Братья и сестры Братья и сестры Которые Господь для нас оставил И, конечно, как верующие люди Мы с этой темой знакомы С этими словами Божьими знакомы Но напоминание Оно всегда возбуждает у нас Хороший и чистый смысл Хочу для, значит, вот этого слова Прочитать с Евангелия от Матфея 18 глава и с 21 стиха С 21 по 23 Тогда Петр приступил к нему и сказал Господи, сколько раз прощать брату моему Согрешающему против меня До семи ли раз? Иисус говорит ему Не говорю тебе до семи Но до семижды семидесяти раз Перед этим, дорогие братья и сестры Господь учил Как в таких обстоятельствах Нехороших Примириться людям Говорит, если против тебя согрешит брат Пойди и выговори ему То есть побеседуй с ним, с этим человеком И если он примет твои слова Если он осознает свою вину То приобрел ты твоего брата Вот, если он не согласен Если он не принимает Если он не хочет осознать Что он согрешил против тебя Призови, что свидетелей Несколько Если они и свидетелей не послушают Призови церковь Церковь Но если и церкви не послушают Тогда Значит, да будет он тебе Как язычник и мытарь Обратите внимание, дорогие братья и сестры Что во взаимоотношениях Между нами людьми Господь хочет установить Такие хорошие Любящие отношения И мы Как члены церкви Как дети одной семьи Мы нуждаемся в том Чтобы действительно в нашем сердце Были чувства хорошие К людям верующим Ко всем Вот И особенно к верующим К людям домашним нашим С которыми мы живем Разделяем жизнь нашу С детьми нашими Чтобы наши отношения были хорошими Вот Потому что Обстановка в мире Этим Сложная И В послании Иоанна Там очень Правильно Написано Мы знаем Что мы от Бога И что весь мир Лежит Во зле Это зло Оно Иногда Очень бурно себя Проявляет В чувствах Людских В речи Иногда люди Не могут Разговаривать Спокойно А на повышенных Тонах Иногда Не понимают Друг друга Но Господь Друзья В заповеди Своей Учит нас Чтобы мы Были терпеливы Друг к другу И Могли Прощать Вот этот Текст Который я Прочитал Значит О Петре Петр задает Вопрос Господу И спрашивает Господи Ну а сколько же Раз прощать Моему брату И до семи ли раз Господь ответил Не говорю тебе До семи Но до семи Жди Семидесяти раз То есть Очень много Раз Прощать Брату Мы не можем Сказать Друзья Что вот По причине Характера Такого Вспыльчивого Петр Задал этот вопрос Нам очень трудно Потому что Мы находим Что этот человек Был особенный Бога И Господь его Лично призвал На Апостольское Служение Хотя он Он был такой Импульсивный В своем Характере И Бог Пользовался Этим Вот Мы находим Что он был Лидером Таким Впереди Шел И все вопросы Он Он Был Ну Не молчалив Такой Был открытым Но был Дружелюбным Друзья У него Были друзья Он был рыбаком Он сам В Капернауме Жил И у него Была жена Была теща Вот Он был женат Петр И ловил рыбу Не один Там Команда Была У них Друзья Были И мне Мне даже Понравилось Что он Был такой Вот Уважаемый Человек Даже среди Апостолов Потому что Когда он Объявил После Значит Смерти Господа Перед тем Как явился Господь На Генесарецком Озере Он задал Такой вопрос Или сказал Иду ловить рыбу И ученики Дружно Все за ним Некоторые И мы С тобою Пойдем Это говорит о том Что Его слова Были Ну такими Авторитетными Они уважали его И ценили его Он был Идущий Впереди Но он задает Этот вопрос Сколько Раз Прощать Моему Брату Друзья И мы Должны Тоже Помните Это Друзья Что Господь Оставил В заповеди Своей Что Прощать Братьям И сестрам Родным И детям А Неверующим Людям По работе Которые Вместе С нами Работают Соседям Нашим Нужно Очень Очень Много Раз Не до Семи Раз А до Семи Семидесяти Раз Так Ответил Господь Хочется Сказать Дорогие Братья И сестры Что Терпение Вот Прощение Оно Стоит Я так Скажу В духовном Росте Христианина Когда Мы читаем Послание Апостола Петра И В этом Послании Апостол Говорит Что Верующий Человек Должен Прилагая Все Свои Старания Показать В своей Вере Добродетель Вот Добро Показать Такое Из От Человека Должно Изойти Из Верующего Должно Исходить Добро Добродетель Рассудительность Воздержание Терпение Благочестие Вот Это качество Друзья Которые Характеризуют Человека Мудрого Это качество Которые Присущи Человеку Духовно Зрелому Не на Всякое Слово Которое Он Услышит Он Реагирует Болезненно Иногда Люди Очень часто Не задумываясь Огорчают Друг Друга Они Скажут А потом Подумают И они Подумают Что я Действительно Неправильно Сказал Некоторые Даже Переживают То Что они Сказали Неправильно В адрес Чей-то Друзья И Особенно Это касается Близких Отношений Когда люди Чужие Они Всегда Переносят Какие-то Неправильные Слова Или действия Не так Болезненно Но от Близкого Родного Человека Иногда Это Получается Болезненно Очень Особенно Когда В семье Люди Любят Друг Друг И Вдруг Неожиданно В семейной Обстановке Получается Какая-то Ошибка Серьезная И люди Начинают Обижаться Начинают Ворчать Друг На друга Начинают Устраняться Друг От друга Это Это Греховно Друзья Хочу Предложить Вам Один Стих Священного Писания Который Записан В первом Послании Коринфянам 13 глава И Седьмой Стих Первый Коринфянам 13 7 Здесь Говорится Друзья О Значит Любви И Это Любовь Которая От Господа Бога Она Имеет Очень Такие Сильные Качества Она Это Проявление Господа В жизни Людей И Давайте Мы Прочитаем Этот Стих Первый Коринфянам 13 7 Любовь Все Покрывает Всему Верит Всего Надеется Все Переносит Обратите Внимание Пожалуйста На слово Что Все Покрывает Как Вам Кажется Нужно Покрывать Хорошее Или Покрывать Плохое Что Покрывается В жизни Человека Конечно Покрывается Плохое Тот Что Приносит Какую-то Рану На сердце То Что Ущерб Моральный Приносит Всегда Покрывается Плохое Вот Вот Если В жизни Человека Мы Замечаем Что Он Согрешает Что Он Делает Неправильно Неправильно Иногда И Других Других Верующих Людей Но Заметьте Что Значит Господь Советует В своем Слове Что Надо Покрыть Надо Покрыть Покрыть Это значит Ну Скрыть Не Заметить Прикрыть И Разумные Те люди Мудрые Те люди Которые Стараются Покрыть Недостатки Других Людей Очень Часто Бывает В семьях Друзья Когда Беседуешь В семье То Разумные Мудрые Члены Семьи Они Стараются Смягчить Обстановку Они Стараются Хоть там Есть Какие-то Немножко Недопонимания Они Стараются Прикрыть Это все Покрыть Любовью Покрыть Терпением Покрыть Вот И Конечно Это совет И для нас Друзья Вот Я задам Вопрос Вам Подумайте Угодно Угодно Ли Богу Если Мы Покрываем Грехи Других Людей Хочет Ли Бог Чтобы Мы Покрывали Грехи Других Людей Грехи И Они Нам Мешают Это Плевелы И Иногда Так И Делается И Когда Заметят Недостаток Какого-то Человека В Церкви Или Или В Семь Или И Стараются Сразу Открыть Это Не Покрыть А Открыть То есть Надо Вырвать С корнями Сразу И И Показать Как бы Что это Недостойно Я Вспоминаю В нашей Семье Еще Опыта Не было У нас Мы с Ильиничной Растили Пятерих Мальчиков Они Такие Ну Такие Шустрые Были В семье Было Всегда У нас Весело Приходили Люди К нам В семью И Общались Мы И Не имея Опыта Друзья Такого Мы Недостатки Своих Детей Открывали Этим Людям Эти Дети Терпеливо Сидели Некоторые О которых Мы Вели Разговор Что Он Такой И Такой Он Такой И Такой Значит С такими Недостатками Вот И Эти Дети Голову Опускали И Краснели И Потом Один На Один Приходилось Слышать Мама Или Папа Зачем Вы Перед Чужими Так Унижаете Недостатки Напрямую Так И Говорили А Зачем Перед Чужими Вы Так Нас Унижаете А Мы Начали Замечать Это Действительно Была Наша Ошибка Это Не Было Воспитание Это Было То Что Мы Не Могли По Неразумию Своему По Такому Неразумию По Неопытности Скрыть Недостатки Значит Детей Своих Впоследствии Мы Поняли Это И Приняли Во Внимание Но Это Иногда Касается Не Только Детей Это Касается Взрослых Людей Это Касается Церкви Это Касается Что Иногда Неверующие Люди Знают То Что Делается В Церкви Кто Так Неправильно Где-то Поступил Кто Сказал Что-то На Кого И Люди Жалуются Иногда И Своим Соседям Или Неверующим Людям Друзья И Это Неправильно Будет Потому Что Господь Он Такой Я Хочу Еще Задать Вам Вопрос А Бог Наши Грехи Покрывает Или Нет Он Он Покрывает Наши Грехи И Друзья Слава Нашему Дорогому Господу Иисусу Христу Что Он И Забывает Даже Наши Грехи Покрывает Их И Забывает О них Он Сказал Грехов Их И беззаконий Их Я Не Вспомяну Боли Это Это Очень Важно Потому Что В этом Проявляется Любовь Человек Который Способен Любить Который Ищет Мира Он Старается Покрыть Недостатки Другого Человека А тот Который Старается Обострить Обстановку Он Их Поднимает На Высоту И Показывает Что Ты Такой Негодный Ты Такой Недостойный Ты Такой Вот Друзья Это Вражда Это Можно Сказать Такая Ссора Оно Все Воспаляет Не Тушит А Воспаляет Потому Что Тот Кто Покрывает Тот Ищет Мира И Хорошее Слово Вовремя Оно Способно Залечить Раны Людей Друзья Даже Если Обстановка Не Очень Хорошая Но Терпеливое Мягкое Мудрое Слово Оно Способно Залечить Сердце Человека Значит В таких Обстоятельствах Особенных Давайте Мы Друзья Прочитаем О нашем Дорогом Господе А вот Мы Любим Господа Бога И Мы Молимся Ему Как Какая Характеристика Нашего Бога И Я Хотел Бы Чтобы Нам Прочитать Вместе Из Книги Неемии Книга Ветхого Завета Книга Неемии Девятая Глава И Семнадцатый Стих Это Это Друзья Молитва Неемии Перед Богом Когда Он Молился И В этой Молитве Выражена Выражена От Наш Характеристика Бога Мы Прочитаем Семнадцатый Стих Здесь О народе Израильском Молитва Что Они Не Захотели Повиноваться И Не Вспомнили Чудных Дел Твоих Которые Ты Делал С ними И Держали Шею Свою Упругу И По Упорству Своему Ты Поставил И По Упорству Своему Поставили Над Собою Вождя Чтобы Возвратиться В Рабство Своё И Вот Дальше Будьте Внимательны Но Ты Бог Любящий Прощать Благой И Милосердных Долготерпеливый И Многомилостивый Ты Не Оставил Их Вот В этом Тексте Писания Характеристики Бога Друзья И Первое Что Стоит Но Ты Бог Любящий Прощать Друзья Иногда Наше Греховное Испорченное Сердце Оно Любит Вы знаете Отреагировать На Какой-то Недостаток Человека Вспылить Ответную Реакцию Такую Проявить Но Что Интересно Господь Он Имеет В своем Характере Он Любит Прощать Сколько Раз Друзья В нашей Жизни Мы Склонялись Перед Богом И С Недостатками Своими Приходили И Мы Говорили Господи Прости Нас И Мы Верили Мы Верили Что Господь Услышит Нас И Простит Нас Потому Что Он Любит Прощать Его Такое Сердце Доброе Он Он Прощает Нас Друзья Потому Что Он Благой Милосердный Долготерпеливый И Много Милостивый Додаст Господь Друзья Чтобы Мы Правильно Вели Себя Конечно Хочу Сказать Что Господь Всегда Желал И Желает Чтобы Наше Духовное Состояние Было В Порядке Чтобы Мы С Божьей Помощью Приводили Себя Всегда В Божий Парадок Он Желает Господь Не Желает Чтобы Мы Были Грешными Злыми Неправильными Обижали Друг друга Грешили Он Не Желает Ни Одного Из Нас Но Интересная Работа Господа Заключается В том Что Посмотри В первую Очередь На себя Эта работа Заключается У каждого Лично В сердце Наше И Его Совет Говорит Если Ты Хочешь В Церкви Или В семье Своей Наводить Порядок Загляни В свой Глаз Первую Очередь И Посмотри Не Если В твоем Глазе Бревно А Потом Увидишь Как Можно Вынуть Сучок Из Глаза Брата Твоего Вы Заметьте Друзья Что Господь Желает Нас Приводить В порядок Но Работает В первую Очередь С Нашим Сердцем И Когда Каждый Из Нас Будет Обращать Внимание На Себя Когда Будет Анализировать Своё Духовное Состояние Вот Сегодня Илья Мрат Очень Хорошее Свидетельство У него Когда Вы знаете Ну Приятно Было Слышать О том Как Господь Трудился С его Сердцем И Он Старался Увидеть Себя На Основании Божьего Слова И Старался Применить Своей Жизни Слово Господне Вот Так Господь Желает Чтобы Каждый Из Нас Трудился Я Хотел Бы Предложить Вам Еще Один Текст Священного Писания Первое Послание Петра Четвертая Глава И Восьмой Стих Первое Петра 4 8 Более же Всего Имейте Усердную Любовь Друг Ко Другу Потому Что Любовь Покрывает Множество Грехов Нам Трудно Иногда Друзья Вместить Как Покрывать Грехи Нам Кажется Что Мы Не И И И И И И И Это Делать Нам Надо Эти Все Грехи Значит Нас Показать На Вид Нам Надо Все Уничтожить Грехи Друзья Но Божие Слово Учит Нас Чтобы Мы Могли Покрыть Грехи Других Чтобы Мы Могли Не Заметить Их Недостатки Грехи Грехи Других Людей И В этом Духовность Друзья Духовность Не в том Что мы Заметим Или Вычислим Духовность В том Что мы Их Можем Покрыть Это Наша Святая Обязанность Любовь Покрывает Множество Грехов Если Мы В семье Божией Растем И если Мы Не в состоянии Этого Сделать У нас Не получится Духовной Жизни Мы Будем Шероховатые И Сучковатые Мы Будем Эгоисты Мы Будем Расти В своих Глазах В Гордости Высокомерии Своем Мы Будем Превозноситься Над Другими Людьми Но Господь Хочет Нас Унизить Чтобы Мы Терпеливо Могли Перенести Других Недостатки Людей Друзья Я Хотел Бы Еще Прочитать Текст Священного Писания Который Записан В Евангелии От Луки 6 Глава И 37 Стих Не Судите И Не Будете Судимы Не Осуждайте И Не Будете Осуждены Прощайте И Прощаны Будете Это Слова Самого Господа Иисуса Христа В Его Учении В Его Проповеди Друзья Как нам Не Прислушиваться К этому Чудеснейшему Совету Нашего Дорогого Господа Вот Пусть Господь Поможет И Благословит Наши Сердца Исполнить Эту Заповедь Это Как раз И Есть Заповедь Говорит Кто Имеет Заповеди Меня Мои И И Соблюдает Их Тот Любит Меня И в этом Любовь К Богу Чтобы Мы Послушали Друзья Заповеди Этой В этой Восемнадцатой Главе Дальше Сразу Ниже Этого Вопроса Который Задал Господь Петру Простите Петр Господу И Господь Отвечая На этот Вопрос Он Привел Притчу Помните О двух Должниках О Должнике Десять Тысяч Талантов И Стодинариев Как раз Это Ниже Немножечко Эта Притча Записана И Говорит Царство Небесное Подобно Человеку Вот Который Захотел Сосчитаться Со своими Должниками И Он Простил Тому Очень Много А тот Которому Много Простил Не Простил Другому Своему Товарищу Друзья Нам Господь Покрил И Простил Очень Многое И Он Ожидает От нас Чтобы Мы Могли Покрить И Простить Хочу Сказать Что Заканчивая Дорогие Братья И Сестры Что Любовь Христианская Покривает Грехи Других Людей Но До Определенного Момента Да Есть Конечно Какая-то Мера Я так Скажу Которая Ограничивается Нашим Христианским Долгом Мы Рассуждаем Бог Довьет Нам Мудрости И Если Друзья Наш Христианский Долг Уже Видит Что Этот Грех Совершаемый Человеком Выходит За Грань От Того Что Нужно Покрыть Его Есть Грехи Людей Которые Способны Осквернить Других И Писание Учит Нас Так Что Да Не Будет Между Вами Значит Человека Который Был Лишился Благодати Божией Чтобы Какой Горький Корень Возникнул Не Причинил Вреда И Чтобы Им Не Осквернились Люди Другие Многие Вот Здесь Друзья Есть Граница И Когда Мы Видим Что Это Какое-то Духовное Преступление Или Грех Он Способен Причинить Ущерб Для Церкви Принести Соблазн Принести Осквернение Другим Людям Здесь Уже Наш Христианский Долг Должен Быть Таким Что Мы Должны Отреагировать На Эту И Покрывать Такие В таком Случае Грех Не Стоит Но Конечно Правильно Отреагировать Господь Дал Власть Служителям Церкви Диаконам Пастырю Принимать Какие-то Меры И Решать Определенные Вопросы Духовные В Церкви Правильно Будет Не Выставить Сразу На Обозрение Всем Или Близким И Шепотом Значит Обговаривать Кого-то Говоря Что такое-такой Грех Такое-такое Беззаконие Что ими Осквернятся Люди Нет Это будет Тоже Не совсем Правильно Надо Поставить В известность Служителя Служителей Церкви Которым Дана Власть Применить И По отношению Такого Человека То ли Беседу То ли Побудить К исповеданию К покаянию И они Знают Как поступить С таким Человеком Друзья Это будет Правильно Потому что От некоторых Грехов Осквернятся Люди Писание Дальше Учит В этом Случай Да не Будет Между Вами Какого Нечестивца Или Блудника Указывается На такие Грехи Которые Способны Осквернить Людей Вот Вы знаете Если проявляются В церкви Такие Грехи Они Не способны Принести Духовный Ущерб Для людей Вот И наш Христианский Долг Должен Уже Сработать Так Что мы Не должны Это покрывать Но должны Значит Вот это Нечестие Такое Как-то Аккуратно Правильно По-христиански Но Дать Дать Возможность Знать Служителям Церкви Вот Дорогие Братья и Сестры Благослови Вас Господь Я Читаю Этот стих Хочу Чтобы Это заповедь Которую Господь Оставил Для нас Сколько Раз Прощать Брату Моему И Господь Ответил Не до Семи Раз Очень Много Раз Прощать Нам Нужно Прощать Тем Кто Обижает Других Нужно Всегда Просить Прощения Уважаемые Братья И Сестры Если Только Вы Почувствовали Что От Ваших Действий От Ваших Слов От Вашего Поступка Огорчился Кто-то Из Ваших Родных Или Неродных Членов Церкви Если вы Огорчили Умышленно Или Неумышленно Бывает Очень Много Неумышленного Но Если Вы Видите Что Вы Огорчили Правильно Будет Попросить Прощения И Сказать Дорогой Брат Дорогая Сестра Я Может Быть И Значит Не Подумал Не Подумала Или Если Умышленно Прости Пожалуйста Я Не Выдержал Не Выдержала Я Проявил Неправильные Здесь Действия Свои Прости Пожалуйста И Вот Эта Просьба О Прощении Друзья Она Сделает Свою Работу И Тот Кто Обижен Если У вас Попросили Прощения Пожалуйста Вот Простите Потому Что Если Мы Не Простим То И Господь Нас Не Простит И Я На Бракосочетании Часто Задаю Вопрос Еще Кто Ж Должен Первый Просить Прощения Когда На равных Вины И один Не Чувствует И Другой Не Чувствует А люди Поссорились И Один Прав И Другой Прав Что Надо Делать Значит Просить Прощения Или Просто Оставить На Самотек Или Обиду Затаить Или Неприязь Затаить Обязательно До Захода Солнце Писание Говорит Солнце Да Не Зайдет Во Гневе Вашем Кто Должен Попросить Первый Прощение Первый Прощение Просит Тот Кто Больше Любит Если Вы Любите Брата Сестру Мужа Жену Детей Родителей Или Там Соседи Или Там Друзья Или Сотрудники По работе Кто Больше Любит Тот И попроси Прощения У Другого Теперь Дорогие Братья И сестры Мы Давайте Склоним Наши колени В заключение Служения Слава Богу Воскресный Денек Господь Подарил Нам Слава Господу Богу Мы Помолимся Поблагодарим Его Дорогой Наш Небесный Отец Благодарим Тебя За этот Прекрасный День Который Ты Подарил Нам Господь Благодарим Тебя Что Ты Растишь Нас И Воспитываешь Нас И в скорбях И в радостях Ты несешь Собою Жизнь И благословение Дорогой Господь За это прекрасное Воскресенье Которое Ты Подарил Нам Мы Были В собрании Господи Мы Читали Твое И слушали Слово Твое Святое Мы Вместе Пели Тебе И молились Тебе Господь Мы Верим Твои Очи Были Обращены На Народ Твой Во время Этого Служения Господи Слава Тебе И Церковь Верующие Братья И Сестры Господи Могли Господи Пользоваться Этим Благословением Служения Которые Мы Имели Господи Боже Милостивый И Праведный Приносим Тебе Вышедших Наперед Которые Нуждаются В помощи Господи Твоей Положи На них Руку Твою Святую И Яви Заботу Отцовскую Коснись Душ Господи Сердечных Переживаний Их Ответь На их Просьбы Которые Они Принесли Предсвятое Лицо Твое Посети Господи Всякого Склонившегося На колени Перед Тобою И Услышь Молитву Господи Боже Мы знаем Что у Каждого Из нас Есть Много Переживаний Разных И Много Вопросов Господи Которые Мы хотели Тебе Рассказать И Просить Чтобы Ты Ответил На наши Нужды Посети Дух Святой Мы Молим Тебя Прояви Заботу Твою Над каждой Душою Дай Мудрости И силы Дай Терпение Господи Трезвости И Дай Сердце Могущее Прощать Каждого Господи Кто На нашем Пути Встречается И Нуждается В том Чтобы Мы Терпеливо Перенесли Недостатки Других Людей Благослови Господи Милостью Тех Кто Болен И Возможно Люди Скорбят За больных Родных И Близких Которые Находятся В тяжелом Состоянии Может быть Не в тяжелом Но в опасной Этой болезни Господь Неизвестный Еще И для Врачей Но Она Пришла На нашу Землю Господи Боже Всемогущий И Праведный Пошли Милости И И Твое Для Каждого Кто Просит У Тебя Милости Кто Обращается К Тебе В молитве Прося Чтобы Твоя Целительная Рука Коснулась Господи В больных Мест И чтобы Ты послал Исцеление Твое Во имя Иисуса Христа Мы молимся Тебе Благослови Те семьи Благослови Господи Тех родных И близких Которые Соприкасаются С этими Болезнями В семье Благослови Также Тех Кто В больнице Кто В тяжелом Состоянии Кому тяжело Дышать У кого Не хватает Кислорода Кто Пользуется Этими Аппаратами Искусственной Вентиляции Господи Возможно Прямо Теперь Находясь В реанимационном Отделении Кто-то Не может Дышать Кто Кому-то Не хватает Воздуха И он Задыхается Господи Боже Мой Прояви Милосердие Твое И мысленно Он обращается К Тебе И Ты Господи Ответь По великой Милости Твоей Силою Твоею Всемогущую Восполни Недостаток Для таких Людей Благослови Господь Всех Врачей Всех Медицинских Работников Обслуживающего Персонала Господи Боже Который Заботится О здоровье Людей Но мы Знаем Господи Что в Твоих Руках Судьба Наша И здоровье Наша И жизнь Наша Благослови Ученых Господи Благослови Управляя Твою Страною Правильно Вести Себя Во всем Господь Будет Благословенно Имя Твое Среди Церкви Среди Божьего Народа Благослови Каждого Члена Церкви Благослови Тех Кто посещает Служение Кто Господи Твое Слово Святое Впитывает Прямо Теперь Господь Над этим Народом Прострыть Твои Руки Господи Над тем Кто Стоит На коленях Перед Лицом Твоим Кто Господи Божий Внутренне Отец Небесный Верит В Тебя И верит В силу Пролитой Крови Твоей Господи Яви Заботу Твою Над каждой Душою Во имя Иисуса Христа Мы молимся Тебе Благослови Дальнейшую Жизнь В нашей Стране Благослови Те страны Где люди Страдают Тоже Заболеванием И Ты Видишь Господи Народ Твой Ты Знаешь Господи Каждого И Ты Силен Ответить На молитвы Детей Твоих Господи Благодарим Тебя За эту группу Которая пела За братьев Проповедников Которые Служили Сегодня За всех Присутствующих В этом собрании Господи Эти записочки Которые Написаны И нужды У них Ответь Дорогой Господь Нет Другого Ты Один Силен Ответить На все Наши Нужды Ответь По милости Твоей Да будет Вся слава И честь Тебе В это весеннее Время Благослови В трудах Пошли Силы И здоровье Имени Твоему Вся слава Отец Сын И Дух Святой Амин Отче Наш Сущий На небесах Да Завидится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя И на земле Как и на небе Хлеб Наш Насушный Подавай Нам На каждый День И прости Нам Долги Наши Как и мы Прощаем Должникам Нашим И не уведи На свои Искушения Но избав Нас От лукавого Ибо Твое Есть Царство Сила И слава Вовеки Амин Наши